здравствуйте очень много интересного и познавательного в нашем мире как мы можем видеть приятное дуновение ветра замечательная природа и прекрасная красота но все это состоит из элементарных частиц да о них мы очень много даже говорили и кажется они имеют очень даже удивительную и красивую природу по своей структуре дело в том что если они в одну секунду здесь то следующую уже совершенно в другом и это свойство принадлежит не только для каких-либо очень маленьких частиц этим свойства обладают абсолютно все протоны электроны и тонны даже ионы а порой даже полноценные атомы каждый из них особенен по-своему каждый из них может менять свою структуру быть где угодно и и знаете это стоит даже подробнее изучить какова же вероятность того что какой-то из атомов будучи в одном месте также окажется в другом все можно определить по вот этой формуле которую можете здесь видеть но при этом давайте же задумаемся а и более смелой идеи возможно ли человеку оседлать такую частицу и переместиться из одной точки в другую насколько это вероятно все дело в том что каждый человек состоит из частиц насколько мы знаем и ровно поэтому он может превратиться в любую частицу при помощи огромного количества реакций давайте задумаемся по своей сути поскольку мы все состояние из атомов каждый из наших частиц подвержен определенной ядерной реакции то есть мы можем осуществить то или иное действие при этом превратить все наши частицы в одно и то же состояние но допустим у нас имеется определенное количество электронов протонов и нейтронов в одном из атомов возьмем к примеру железо углерод водород любой другой атом при этом вызываем у него реакцию и доводим ее до того состояния чтобы из него образовалась к примеру альфа частица либо другое выбранное нами ядро как это сделать дело в том что подобную реакцию можно вызвать абсолютно с любым ядром вне зависимости от его типа главное разделить его если она слишком большое либо же свести его к тому состоянии когда выйдет несколько альфа частиц в ояде на физике возможно абсолютно все главное подобрать то есть попасть в нужный канал реакции которые нам необходим чтобы это осуществить нужно задуматься над довольно очень интересным моментом вызвать резонанс той или иной реакции но как это сделать об этом уже говорили в одном из наших роликов по упоминание монохроматизации вот ссылочка и именно в этом ролике мы говорили что именно при помощи монохроматизации можно выбрать любой канал реакции увеличивая ее потенциал именно так мы и поступим то есть весь организм человека все любое существо может превратиться в одно субстанцию состоящую только из одного вида частиц именно так мы поступим а далее уже этим частицам достаточно придать столько энергии сколько нам нужно но это уже зависит от довольно интересных значений которые мы рассмотрим в одной формуле давайте же посмотрим формуле которую мы говорили вот она здесь можно заметить значение энергии то есть вероятность когда энергии то или иной частицы будет равна энергии базе то давайте уточним что такое барьер допустим я нахожусь здесь и иду в сторону определенной точки то какого-то точек куда я хочу дойти расстояние составляет но порядка 50 метров вот это значение можно перевести значение энергии как это сделать до этой точки куда я хочу дойти существует определенное количество частиц которые по своей сути состоят из энергии и следовательно вот это расстояние и превращается значение энергии которая должна преодолеть по сути та или иная частица но возникает вопрос как задать направление то есть как понять допустим у электрона пробылась энергия равна вот этому расстоянию он исчезает в этот момент или допустим даже альфа-частица но появится где там 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 или же там дело в том что в любом ускорителе имеется определенное заданное направление то есть канал по которому ускоряет сама частица ее можно иметь по помощи магнитного поля это свойственно законам лоренца силе лоренца так сказать следовательно получается направление мы задаем расстояние мы определяем при помощи значения энергии значит оседла в буквально любую частицу мы можем переместиться куда угодно и по итогу мы можем получить достаточно неплохой результат как мы можем видеть оказалось возможно телепортировать человека объекты даже здание огромное здание которое по сути говоря весит много тонн и его можно телепортировать даже не доходя до любой точки всей вселенной и при этом это дает нам огромное преимущество гигантские результаты что мы при помощи этой технологии можем постигать мириады космоса постигать тайны вселенной и возможно даже прибыть в новую вселенную это была история технологии которая только озевается история которая возможно даже станет лучше чем запутанные частицы и возможно как мы надеемся даже несмотря на то что эта технология может затратить большое количество энергии за ней стоит будущее за ней стоит новая цивилизация и за ней стоит наша счастливая радостная настоящее превратившиеся в будущее так создайте же ваше будущее с нами с вами был ибриджан алиев и наш канал новая вселенная